Добрый день, уважаемый участник, выслушанный Владимир Николаевич. Ну, как Владимир Николаевич говорит, как генеральный директор ТЭС, у меня каждый кулик про свое болото, я расскажу про свое, то есть как мы отработали 19-й год совместно с правительством Российской Федерации, непосредственно с профильными министерствами, которые с нами работают, Минстрой и Минфин, в том числе и частично Минэкономоразвитие. По итогам 2019 года компания заплатила в бюджет Республики Хакасича различные прямые платежи и отчисления от налога на прибыль порядка, ну, чуть менее 400 миллионов рублей, из них 200 миллионов это налог на прибыль и большая часть, вторая по значимости, это налог на имущество, 120 миллионов. Учитывая, что наше производство достаточно материалоемкое, у нас много объектов основных следствий, тепловые сети, станции, и наше развитие все связано со строительством достаточно капиталоемких объектов. В этом ключе мы ввели в 2019 году с правительством Хакаси работу. Первое, что у нас было сделано от этого глобального, это заход в город Черногорск, то есть мы в июне 2019 года подхватили город Черногорск в части теплоснабжения, тем самым помогли Республике решить проблему упадающих налогов, доходов по городу Черногорску, у Сябакану. Мы начали платить наконец-то налоги в бюджет, который предыдущие собственники фактически не платили, была задолженность у собственника перед налоговой службой за все эти годы порядка 100 миллионов рублей. За 6 месяцев 2012 года во все бюджеты и фонды мы перечислили более 15 миллионов рублей по деятельности, которую ведем в Черногорске и у Сябакане. Кроме того, начали платить аренды и платежи за тепловые сети, которые никогда тоже никто не платил, что также добавило еще 10 миллионов рублей в бюджеты муниципальных образований. В прошлом году у нас начался серьезный проект, связанный с взаимодействием с фондом содействия реформирования ЖКХ. Мы получили софинансирование по двум серьезным проектам. Это софинансирование по модернизации сети города Черногорска 284 миллиона рублей и строительство тепловой сети до села Фатсиния, соединение с нашей котельной на Нижней Сокре в размере 86 миллионов рублей. То есть совокупная сумма средств, которые получены будут из фонда ЖКХ, то есть федеральный по сути день, где-то 370 миллионов рублей. Стоит отметить, что в данном случае, в данном проекте ни копейки бюджетных средств Республики Хакасия не задействованы. При этом эффект, который получает Республика, он очевиден. Только по силу подсиняю ежегодный убыток от эксплуатации котельной составлял порядка 50 миллионов рублей, которые мы делили совместно между нами, МРСК Сибири, Сергей Сергеевич Заводин, один из получателей долгов и водоканал. То есть на сегодняшний день, после того, как мы в этом году закончим строительство, данные затраты фактически перестанут иметь место, что также разгрузит бюджетный сводик Хакасия. По Черногорску аналогичная ситуация, по сути, тоже как по синим имеет место быть. Проект начал реализовываться. Мы начали платить за электроэнергию. Мы начали платить за воду. Водоканал, в свою очередь, начал платить тоже за электроэнергию. На сегодня проблем с текущими платежами по городу Черногорску по платежам за электроэнергию фактически нет. Есть оставшиеся накопленные долги банкротов, но текущих платежей, просроченных на сегодня, по сути, нет. Сергей Сергеевич, думаю, это подтвердит. Это, для понимания, порядка 110 миллионов рублей ежегодно платежей воды СМРСК. Это пятая часть тех долгов, которые у нас по году копилось раньше перед МРСК Сибири. Несмотря на то, что мы платим бюджет Хакасии порядка 400 миллионов рублей, мы, в свою очередь, забираем оттуда порядка 110 миллионов рублей в виде выпадающих по городу Абакан. С прошлого года мы ведем работу с правительством о том, что эту ситуацию надо исправлять. То есть надо сокращать доли выпадающих любыми способами, которые будут и приемлемы для населения города Абакан, и в то же время для бизнеса. Соответственно, с прошлого года активно ведется работа по переходу на долгосрочный плейс образования по всем территориям присутствия. Город Абакан, Черногорск, Абакан, Подсиня, то есть везде, где компания работает. Это позволит нам на перспективу иметь понимание тарифов, вкладывать свои деньги, планировать налоговые поступления, а в то же время уйти полностью от проблемы с выпадающими доходами, тем самым переправив следствия на иные цели. Что касается сопутствующих видов деятельности, с этого года, точнее даже с прошлого года, мы уже начали взаимодействовать, максимально загружать местных производителей по строительно-монтажным работам, по производству железобетонных изделий. То есть вся продукция, которая может разводиться на территории Республики, мы закупаем ее здесь. У нас только привозятся трубы, которых, естественно, производства в Хакасе нет, все остальное мы закупаем здесь. В этом году совместно с Минфином и с Минэкономразвития сделали пробованную партию по шилу спецодежды. Партия получилась достаточно нормальной. После проведения обведенной сертификации, необходимым по законодательству, планируем размещать объем по шилу спецодежды на наших предприятиях, на территории Республики, то есть на производственных мощностях Черногорской Швейной Фаблики. Думаю, если у них будут постоянные заказы, то даст рост и толчок для дальнейшего развития в данном направлении. Ну и в плане дальнейшего развития у нас есть, так же, как и МРСК, желание и интерес подключать крупные предприятия, крупных производителей, которые будут развиваться и дальше платить стабильно за тепло, галячи воду, электроэнергию и пар. У нас на сегодняшний день очень много пустых территорий, рядом с Абаканской ТЭС, и производственной площадкой, и сельскохозяйственной земли. Традиционно в советское время вокруг ТЭС размещались производства энергоемки, это птицефабрики, теплиточные производства крупные. На сегодня мы готовы рассматривать вопрос при наличии инвесторов, полностью обеспечить данные производства коммуникациями, теплом, паром, горячей водой, светом, вполне, думаю, по цене, скажем, договоримся, но интерес в этом есть. Площадей много, мощность у нас позволяет это делать. Если появится инвестор, которому совместно рассуждать общее захождение в проект, скажу, что для компании Тодинаво в Барноволе мы такую историю проходили. То есть есть желание, есть возможность Ирина Ивановна все это рассматривать, готова к сотрудничеству и в дальнейшем взаимодействию взаимовыгодно. Спасибо. Спасибо, Андрей Георгиевич.